Девушки отдыхают Звезда Натальи Фатеевой зажглась на небосводе отечественного кино ярко и стремительно. Актриса сыграла сотни женских судеб. Вокруг ее имени всегда ходили слухи. Но даже и без этих домыслов, в ее жизни и так хватало замысловатых сюжетов, декораций и персонажей. Родилась Наталья Фатеева в Харькове 23 декабря 1934 года в семье военного Николая Фатеева и директора ателье мод Екатерины Фатеевой. Семья девочки была музыкальной, папа играл на пианино и вместе с двумя Наташинами тетками пел в церкви. Как выяснилось позже, у Натали тоже были отличные вокальные данные и музыкальный слух. Ей очень нравились посещения оперного театра. И она достаточно рано стала мечтать о сцене. Наташа была единственным ребенком, поэтому ни в чем не получала отказа. Особенно ее баловал отец. Ее путь к сцене начался со школьного драм-кружка, но она была достаточно высокая и сильно выделялась на фоне других маленьких артистов. И в итоге девочки отказали в приеме. Тогда Фатеева начала обучение в музыкальной школе. У нее достаточно долго не было дома пианино. А потом отец выменял инструмент на две пары сапог, за что получил «Нагоняет жены». В 1952 году Наталья Фатеева стала студенткой Харьковского театрального института. Родители надеялись, что она не пройдет по конкурсу и найдет себе более серьезное занятие. Но она достойно прошла все испытания и поступила с первого раза. На втором курсе девушка стала подрабатывать на харьковском телевидении. И как только она начала появляться в эфире, вышел приказ о ее отчислении. Отступать от мечты было не в ее правилах. Поэтому буквально на следующий год Фатеева уехала в Москву. У нее уже был опыт работы на телевидении и даже участия в картине, и есть такой парень, что вселяло надежду на успех. Если вы хотите, чтобы вас непременно знали, прославьтесь что ли, совершите что-нибудь, сделайте открытие. Однажды я совершил его, и это должно было поставить меня в число первых. Но нашлись люди, равнодушие которых одержало вверх. И вы отступили. Жизнь сложная штука, Татьяна Ивановна. А он не отступит. Наталья решила попробовать счастье во ВГИКе, и в коридоре увидела Сергея Герасимова. Он ее узнал, потому что не раз была на съемках ее дебютного фильма. Узнав от Фатеевой, что она отчислена, он сразу же предложил учиться у него. Так Наталья стала студенткой сразу же четвертого курса, и должна была наверстать то, что уже прошли ее однокурсники. Наталья была очень упорной и целеустремленной, поэтому быстро догнала остальных. И в 1958 году вышла из ВГИКа с дипломом об окончании. Театр Театральная биография Натальи Фатеевой началась с театра студии киноактера, где ее задействовали в ролях второго плана. Амбиции молодой актрисы не хотели мириться с таким положением дел, поэтому спустя год она уже выходила на сцену театра имени Ромоловой. На его подмостках актриса начала играть ключевые роли в постановках «Два упрямца» и «Три товарища», и очень быстро выбилась в ведущей актрисы. Фатеева служила в этом театре до рождения ребенка, а затем ушла. Самой значимой своей работой актриса считает спектакль «Красное и черное», режиссером которого стал ее наставник Сергей Герасимов. Фильмы Карьера Фатеевой в кино также складывалась удачно. После съемок на студии имени Довженко в ленте есть такой парень. Актрису пригласили в картину «Капитан старой черепахи». Ну как тебе там вообще жить? Не скучно? Что ты? Мы теперь на РАФА поступили. Это молодец. А на завод зря ты пошла. Не женский отдел, зубил, напильники. Ну, это раньше говорили, женщины, женщины. А теперь мы рабочий класс. А, ты ж какая стала. Да что ж, теперь и детей тебе не полагается. И замуж не пойдешь. Замуж? Никогда. Хватит, это вам не старый режим. Ну как же без семьи так? Моя семья – это коллектив. Когда ей предлагали эпизоды, Наталья упорно отказывалась. Ей не хотелось размениваться по мелочам. В 1958 году она снялась в ленте «Дело пестрых». Потом был фильм «Жизнь прошла мимо». Я хочу тебя поцеловать. А я не хочу. Мое желание для меня закон. В 1960 году ее пригласили в короткометражную ленту «Убить человека». Извините. Что вам угодно? Мне угодно поскорее выбраться отцу. Я вроде как заблудился в ваших апартаментах. Покажите мне выход, и я не причиню никаких неприятностей. А как вы сюда попали? Просто хотел вас ограбить, мисс Сеттлев. Кто вам сказал, что я мисс Сеттлев? Это же дом старого Сеттлева? Да. Покажите мне, как выйдете отсюда. С какой стати? Ведь вы грабитель, взломщик. Нет, мам, я не грабитель. Отойдите от двери, я сам найду дорогу. А если я закричу? Я никогда не обижал женщин, но если вы закричите, я буду вынужден придушить вас. Женщина? Затем было еще несколько удачных проектов. Популярность актрисы росла и в зрительской аудитории, и в рядах режиссеров. Всесоюзная слава обрушилась на Наталью Фатееву в 1963 году, когда зрители увидели комедию «Три плюс два», где она снялась вместе с Андреем Мироновым, Геннадием Ниловым, Натальей Кустинской и Евгением Жариковым. После этого фильма фотографии актрисы не раз украшали обложки самых модных журналов. В 1964 году вышла еще одна картина, где Фатеева исполнила роль главной героини. Проект назывался «Я, береза». Господин майор говорит, что за маленькую информацию вам будет обеспечена тихая, спокойная жизнь до конца войны. На одном из самых лучших курортов Европы, Ницца, Баден-Баден, Карлсбад. Я хотела быть на вашей стороне. Господин майор, хотел бы оказаться на вашем месте. В 1965 году Наталью пригласили на съемки двух картин «Дети Дон Кихота» и «Здравствуй, это я», в которых собрали очень сильный актерский состав. Я слушаю вас. Мне сказали, что вам нужен художник. Да, нужен. Я хотел бы у вас работать. Я кончил художественный институт. И что, решили посвятить себя рекламе? Почему это, собственно, вас так удивляет? Да ну, потому что многие художники считают рекламу пустяком. И, как мне кажется, недооценивают ее значение и возможности. В 1971 году актриса приняла участие в съемках знаменитой картины «Джентльмена удачи», перевоплотившись в «Дочь Мальцева». В 1979 году Станислав Говорухин позвал актрису в свой детективный фильм «Место встречи изменить нельзя», в котором она сыграла любовницу уголовника Фокса. Он мой бывший любовник. Мы познакомились полтора года назад, случайно. И мне показалось, что... Ну, в общем, у нас ничего не получилось. Мы расстались. Фокс, так его зовут. Вернее, его зовут Евгений, но он предпочитал, чтобы я называла его по фамилии. Я не знаю, что он там натворил по вашей линии, но я ему не верила. В 70-80-е годы фильмография актрисы увеличилась на несколько десятков работ. Фатеева работает без устали, а один проект сменяет другой. Причем ее задействуют в самых разных жанрах. Мы нарушаем домострой. А что? Может, должна быть старшая жена, а мы ровесники. Я пущу бороду. А я уже сержант. Очень хорошо. Значит, я скоро буду генеральшим. Ну, прогони же меня. Иди. А ты? Я потом. Своей лучшей работой в кино актриса называет картину «С вечера до полудня». Здравствуйте. Не надо. Мы же с тобой с первого класса. Скажи просто «Здравствуй». Здравствуй. В 1991 году Фатееву пригласили на съемки одновременно четырех фильмов. Самым заметным среди этих проектов стал фильм «Анна Карамазов», где ей досталась роль актрисы. В 1965 году Наталье Фатееве присвоили звание «Анна Карамазово». Ты, тварь, решила, что тебе все можно, что ты действуешь по высшей инструкции, и что тебе, твари, все можно. Ты мне скажешь, кто ты? В 1965 году Наталье Фатееве присвоили звание «Заслуженной артистки РСФСР», а в 1980 – звание «Народной». В 2014 году она была награждена премией «Ника» в номинации «Лучшая роль второго плана» в фильме «Летящие по ветру листья». В первый раз Наталья Фатеева вышла замуж в 1953 году за актера Леонида Тарабаринова. Они были однокурсниками в театральном вузе Харькова. Вместе молодые люди прожили всего два года, и когда Наталья засобиралась в Москву, чтобы продолжать учебу, они развелись. В 1957 году в ее личной жизни появился режиссер Владимир Басов. Знакомство состоялось на съемках фильма «Случаи на шахте 8». Скромную свадьбу влюбленные отметили в 1959, и в том же году они стали родителями сына Владимира. Наталья была моложе Басова на 12 лет. Она очень любила его, старалась поддерживать во всем, но в итоге супруги развелись, несмотря на наличие общего ребенка. В 1965 году актриса вышла замуж до космонавта Бориса Егорова. В 1969 году у них родилась дочка Наталья. Семейная жизнь длилась всего пять лет, и в 1970 году они развелись. Супруги поняли, что у них нет ничего общего, ни интересов, ни целей. Наталья Фатеева никогда не имела недостатка в поклонниках. Ей приписывали отношения с самыми разными мужчинами, среди которых оказался и Андрей Миронов. Но сама артистка не подтверждает эти слухи и говорит, что с Мироновым они были просто друзьями и не более. Наталья Фатеева всю жизнь придерживалась здорового образа жизни. В ее рационе нет мяса и алкоголя. Она занимается йогой, старается смотреть на все с позиции оптимизма. Наталья считает, что жила достойно и не жалеет ни об одном из своих поступков и решений. Сейчас Наталье Фатеевой 86 лет. Пожелаем же ей здоровья и долгих лет жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова